привет дорогие друзья рад вас снова видеть на своем канале и в данном видео я хочу вам рассказать про новое обновление конструктора sp page builder версии 3.4.6 что нового добавили разработчики данный конструктор перейдем на демо сайт и установим с вами готовый блок слайд-шоу да они сделали обновление слайд-шоу и добавили возможность изменять настройки контроллеров я покажу сейчас где-то находится это вот эта вкладка настройка контроллеров слайдера вкладка bullet line controllers и вот здесь есть стиле контроллеров здесь есть как линии мы сейчас видим вот их внизу также здесь изображение в виде слайдов и также здесь можно сейчас ставить на текстовые миниатюры вот мы их видим справа они появляются здесь получается что у нас сейчас используются три слайда 1 2 3 их заголовки и мы можем с вами влиять вот на во-первых размер вот этого вот контейнера получается этих вот эскизов плюс можно с вами менять цвет цвет этому блоку мы можем с вами задавать отступы давайте сделаем для примера вот 40 пикселей отступ со всех сторон получается ведь и у нас сам контейнер остался на месте а вот содержимое отступило по 40 пикселей со всех сторон также мы можем с вами влиять здесь на расстояние между с но не расстояние она размер получается вот этих вот самих блоков и здесь мы можем сами менять цвет цвет цифрам также размер мы можем сами задавать для них шрифт получается и толщину также для заголовка мы можем с вами выбрать цвет текста видите меняется цвет заголовка его размер потом высоту строки и также шрифт и жирность жирность текста и для под заголовка также меняем с вами цвет также мы сами меняем размер шрифт и толщину это вот касается обновления слайд-шоу это как дополнительный вариант оформления ваших слайдов дальше идем удалим эту строку следующее обновление которое было сделано это касается скроллера статей добавим пустую строку и установим вот этот артикл скроллер то есть скроллер материалов здесь слева в настройках у нас есть возможности выбирать тип скроллера раньше был вот такой new стикер который сейчас у вас отображен виде одной строки new скроллер был в таком виде более широком и по три получается элемента но тут можно указывать любое количество конечно но вот только такой вариант был и третий вариант сейчас появился это news карусель карусель новостей сейчас я применяю и мы увидим что у нас в таком виде у нас отображаются наши новости наши материалы что еще можно сделать здесь есть возможность выставлять количество отображаемых материалов как на компьютере на планшете и на мобильном если мы сейчас сделаем здесь 3 на планшете у нас 2 и на мобильном у нас 1 нажмем применить сохранить и давайте на главной странице обновимся все мы с вами видим что у нас сейчас с вами ты получается материала если мы зайдем в режим допустим мобильного обновимся нас один материал в режим планшета выйдем так режим планшета у нас 480 нет 768 обновимся сейчас нас по 2 материала вот эти за эту настройку отвечают вот эти вот три раздела дальше у нас идет скорость прокрутки если у нас с вами стоит автомат но даже если в ручном режиме получается вы меняете вот эти вот переключения делаете то вот эту скорость можно настраивать с помощью вот этого вот промежутка себе поставить здесь две с половиной тысячи то есть два две с половиной секунды то есть здесь у нас будет переключение две с половиной секунды также здесь можно выставлять авто прокрутку дальше enable drag это можно перетаскивать изображение мышкой сейчас обновим страницу видите да что я могу спокойно захватив левой кнопкой мыши двигать слайдер то есть прокручивать все статьи и третья настройка включить стрелки контроллера применить вот такие стрелочки здесь появляются выйдем на сайт обновимся и мы увидим что здесь получается при нажатии у нас будет что либо другую сторону вращаться наши материалы все это касательно обновлений данного дополнения больше здесь никаких нововведений нет поэтому на этом мы здесь остановимся следующее обновление касается дополнения и мэйдж лаяут радио установим сейчас я удалю скроллер материала и зайдем настройки вот этого дополнения что здесь было добавлено здесь есть шесть вариантов макетов но обновление касается только одного вот это вот этот макет он позволяет сейчас устанавливает размер количество колонок для вот этого изображения данное дополнение поделена можно делить на 12 колонок то есть здесь получается максимум 8 тогда получается если изображение дается 8 колонок то на контент вот на этот будет выделено 4 то есть сумме все равно 12 давайте выберем 8 то есть видите до 8 колонок и 4 автоматически распределено на контент соответственно если мы сделаем 4 здесь то 8 сейчас на контент и таким образом мы можем с вами влиять на вот это вот изображение на визуальное отображение вот это вот дополнение очень удобно можно применять различных вариациях и использовать на своем сайте давайте оставим допустим вот 4 нет лучше 66 на 6 пополам оставим и также здесь можно с вами задавать видео выставлять видео для вот этой картинки ниже мы с вами видим что здесь есть появилась настройка поп-ап видео он и мэйдж клик если мы ее включим у нас появляется вот такая полоса она кликабельная здесь можно взять и указать ссылку на youtube видео если мы сейчас с вами сохранимся и перейдем на наш сайт обновим страницу то увидим что у нас здесь вот появилась такая полоса симона нену сами нажмем то у нас начинают воспроизведение видео по папок не данная надписью на этой кнопке меняется получается настройках вот здесь title options настройки заголовка мы можем здесь все как-то поменять вот допустим дописываем соответственно здесь меняется и вот здесь добавляется на заголовок общий на этом настройки данного дополнения закончились больше здесь никаких обновлений нет и давайте еще я вам покажу кое-какую доработку которую они сделали они сделали возможность интегрировать форма заявки заявки подписки здесь появилась возможность добавлять пользователя который подписался указал свое имя и email в оси майлинг это компонент ему рассылок для джумла и выбрав его здесь можно автоматически подписываться на список то есть здесь оси майлингу создаются списки рассылки и они будут здесь отображаться здесь даже написано что нужно чтобы был установлен оси майлинг для работы тогда человек подписывается и попадает в указанный вот здесь список выбираете и в компоненте оси майлинг на сайте данный пользователь с емейлом уже будет отображаться на этом все обновления в принципе мы рассмотрели больше ничего они не сделали никаких новых аддонов но считаю что текущее обновление довольно таки существенное и привносят какое-то разнообразие данный конструктор у меня на этом все оставляйте свои комментарии под видео подписывайтесь ставьте колокольчик пока